Аппарат не в обуви кидать ульты, а не в тени. Аппарат против Веспа так же очень хорош, но нужна какая-то фиксация тогда для E-Home. Да, нужна какая-нибудь Виверна. Потому что быстро бегающего тени, блинкующегося, не так-то просто ультой будет попасть. Виверна, мне кажется, идеальный вариант. Достаточно легко попасть в Веспа с тени, особенно после релакейта. И туда же сразу ультапарат, и типа все счастливы. Ну и плюс против тени, в принципе, Виверна нормальный герой. Не знаю, оба капитана улыбаются, что Лан Эм, что Нотайл. Только Нотайл не капитан. А Лан Эм не улыбается. Но, в принципе, оба капитана улыбаются. Ну и ладно, Монмендор капитан, да. Вообще флай капитан, вообще флай. Но хотелось бы, чтобы был Монмендор. А, Думский, слушай, а мы вообще забыли, но он начал много проигрывать, больше чем выигрывать этот герой. Вот мы как-то его запамятовали. У E-Home'ов проблема, что была у Вичи против E-Home'ов. Нет ни одного стана. Вест Тени бегают очень быстро. Как бы дум, не дум, пофиг они убегают. Так что нужна реальная фиксация сейчас какая-то. Причем фиксация нужна не в виде саппорта, а в виде какого-то героя с фармом. Именно на мидл, наверное. Мне кажется, они так захотят быстро фокуснуть этот футбольный мячик, что потом у Тени пропадет вся скорость. Ну, все равно, без фиксации не круто. Ну, а какой такой, может быть, герой на мидл? Бестмастера ты намекаешь там? Можно и Бестмастера взять, на самом деле. Ну, такая-то уже нет. ДК в бане, да, действительно. Но фиксация нужна, это факт. И одного саппорта, который там будет бежать, пытаться добежать до этого Тени и застанет, будет здесь маловато. Но Бестмастер слишком редкий стан. И после стана того же Тени и Висп при грамотной игре легко может его увести, изменить позицию. Макет. Да, тут пока непонятно. Мне кажется, что их Homes сами сейчас немножко недовольны. Развитием событий. Ну, они как-то сами... Отдали Виспаде. Блин, зачем мы его отдали? То есть, вообще, я думал, что если они будут отдавать Виспад Тени, то они предпримут попытку такого плотного пуша. Потому что Висп Тени все-таки не самые крутые отпушиватели. Ну, и до их сплит-пуша все-таки там надо нафармить Тени 1008, наверное. Ладно, хочу Бон Флэч. Ну, просто вот. Хочешь? Почему бы и нет? Просто хочу. Нормальная тема. Мне кажется, в принципе симпатизируешь этой команде за пики Трентов и Абадонов. Вот, этот фиксатор. Ну, будет Винд Рейнджер на Сто Бон Флэчера. На легкой. Фиксатор-то нестабильный. Нестабильный. Хотя, если ты В3-3, то стабильный. Но В3-3 тоже не всегда стабильный. Сетевай так-то тоже нам уже показывал, как это делается. А это будет старая курочка. Играть-то? Мне кажется, что это будет на легкой. Да не, сетевай не на Queen of Payne. Да, сетевай не на Queen of Payne. Да, ну... Керри Queen of Payne. Изыди. Сатана. Только Queen of Payne. Только наш мальчик на девочке. Ну, и четвертый пик для OG. И им станет... Ну, сейчас нужно брать рейнжевого саппорта какого-то. Даззл не подходит, так как аппарат есть. То есть ты уверен в том, что Undenco это оффлейнер на сто процентов? Не, Undenco support. Ну, так и куда еще саппорт тогда? Ну, уже на рейнжевой скорее какой-то керри демагер. А какой-то такой вот для Miracle герой. Кто бы это мог бы быть? Для Miracle можно оставить напоследок героя. Это мог бы быть Некрофон. Некрофон? Не, ну там парад. Ну да. Больше хилов под аппарат и больше. Это мы перехилим. Это мог бы быть Husqvar, но там и Doom, и аппарат. И там аппарат. Да. Поэтому опять не круто. Это мог бы быть... Непонятно кто, и Натейл тоже не знает. Задумался. Это мог бы быть. Но нужен какой-то такой семи тоже. Кэрри, мне кажется панда какая-то может. Сталкер. Даже для мангилдера, точно. Да, это, кстати, может быть дабла такая. И тогда для Miracle возьмут какого-то соло на легкую героя. Но у них так-то много соло героев на легкой справляется с Doom. А если он берет нужного крипата, наверное, их вообще нет. Сигирич не справляется? Нет. Сигирич вообще не справляется. Мне здесь пытались доказать, что Сайленс расправляется. Можно Виномансера? Можно. Но он в любом случае как бы не особо... Хотя... А Виномансером, кстати, умеют. Он же очень хорошо. Виномансер не самый, да, не самый плохой вариант. Оп! Такой топовой. Вон катаются там сзади. Их снимают. А могут они взорваться? Не надо! Сережа, пожалуйста. Опасный юмор. Даже без таких шуток. Я не шутил. Тогда всё очень плохо. Всё очень... Отодвиньтесь от Сергея, пожалуйста. Ладно. Хорошо. Ладно. Что там якобы? Два быстрай бана. Пик. Баунти Хунтер. Баунти Хунтер заходит. И... Что же это вырисовывать? Будет такой вот Баунти Хантер. Помогать в миде в речке, на других местах всем помогать. Герой для Миракла скорее всего. Балтихантер неплох против Undying, но довольно плох против Night Stalker, по-моему. Хотя в лейте, если Night Stalker Огоним соберёт, а ничего уже не будет, уже трек не даёт Vision. Всё. На самом деле, всё равно Балтихантер берут чисто, чтобы вначале побегать, да всех задолбать. Да, есть довольно сильная добла на лёгкой, не особо хочется туда приходить. Ага. Не хочется, да, там будет... Там, кстати говоря, может даже оказаться, что там Doom будет на лёгкой против них, против этой даблы. Да нет, мне кажется, Doom как раз-таки BTV вам сложную пойдёт. Ну ладно, посмотрим, кто в команде... Герой, который взять, чтобы он не умирал. Потому что там с переходом какого-нибудь... Кошка! ...Баунтихантера под Doom умирает. Кошка, конечно, не умирает, но и пользы не делает. Кошечка! Ладно тебе, кошечка норм... ...корсонаж. Какой? Нормально толстый герой нужен. А кошечка... Да Некрофос по-прежнему неплохо смотрится. Ну не знаю... А Барспирит. Вообще вот так бахнули... Барспирит, оно... Парень мне очень нравится, если что-то и здесь. Первая карта уже против. E-Home начинается прямо сейчас. Ну что ж, дорогие друзья. Всем огромнейший привет! Дмитрий, ты готов к этому замечательному матчу? Да. Я тоже готов. Надеюсь, вы также готовы после шикарнейшей предыдущей карты. Точнее встречи. Я надеюсь, что эта игра не будет там померкнута в тени предыдущей, потому что та сияла ого-го. Будем надеяться, что эта игра будет такой же жёсткой, будет такой OG. Ребята очень такие агрессивные, как и E-Home, которые сегодня показали, что они могут себя преодолеть и выиграть у Вичи Гейминг. А у Вичи Гейминг они не выигрывали очень много матчей. Это говорит нам о том, что они готовы. Они готовы побеждать. Первая карта – Вичи… OG против E-Home. Я сегодня с Вичи Геймингом вообще весь день. E-Home против OG. Поехали. Так, давай сразу пройдёмся по составам, кто на ком играет. Значит, у OG Fly будет играть на Undying, Wisp от Krita, Tiny No Tail, Moon играет на Night Stalker и остается у нас Miracle на Ember Spirit. И команда E-Home. All7, Hardaway Doom, LanM, Support Apparat, CTY на Queen of Pain, KK Bounty Hunter и AllChicken на Медовый Windranger. Да, вот такие вот расклады. Смотрим. Тут у нас прибежали E-Home в чужой лес. Видим один вардец… Ну, пока мы его не видели. Ладно, давайте начали по вардам. OG? OG ничего не ставят. OG уже один вард поставили. Вот здесь. Вижен достаточно интересный. И вот сюда. Вижен идёт на руну. Так. Так. Друг на друга будут нападать. Здесь стоит вардец. По идее, он не должен блочить отводы. По идее… Да, вот этот же вард не должен блочить отводы? Надо посмотреть. Там тонкая такая грань. Да, да, да. Чтобы можно было его… Вот. И также вот такой вардец в стиле веги. Ну, похож достаточно-таки вардец, который обычно… Который нереально найти. Нет, Virtus Pro, по-моему, ставят вот сюда, да, вард? Вот такой вот. Вега. Вега? Да. Ну, значит, в стиле веги. Значит, я не ошибался. Так. А здесь у нас выпыточка была убить курьера. Ты посмотри. Ну, читают, читают друг друга. Браво. Вот тут интересную статистику нам дали. То, что CTY на Queen of Pain имеет 63% винрейт. И в целом все очень хорошо. Но, в свою очередь, No Tail на тине, именно в этом патче, или даже за все время, имеет 81-82%. То есть, E-Home, своего рода, устроили себе такой хардмод, чтобы можно было посоревноваться. И получится ли у них победить. Короночку OG. Посмотрим, как получится. Довольно интересная даббла снизу обосновалась. Bounty Hunter вместе с Doom. Это не самое стандартное, что может быть. Doombringer сейчас очень плотно Fly продамажил вместе со своим тиммейтом. Но этот дядька затарен довольно большим количеством пропитания. И в харде у него тут все будет вполне-вполне хорошо. А с получением третьего левела там земля уже будет сильная. Можно еще и наполучать. Doombringer герой, о котором, я думаю, особо рассказывать не имеет смысла. Ну, Bounty можно напрячь Ember Spirit. Мы прекрасно понимаем то, что Ember Spirit довольно-таки хорошо может показать себя на третьем уровне. За счет Flame Guard может быть на пятом. Но на первом он безобиден. Единичка армора. При этом урона те же чайные, тот же Flame Guard моментально сбивается. Наносит не так. Пробивает, думаю, не так хорошо. Поэтому тут можно попробовать дать минус. Ну-ка, вот сейчас. Нападение, да. Довольно сильное замедление на Miracle. Miracle очень больно. Чинцы у него имеется. Flame Guard подрубает. Чинцы будет ли юзать? Будет юзать, походу, свои чинцы. Но ему будет трава очень больно. Юзает чинцы. Попыточка подождать свой... Да, вот-вот-вот-вот. Именно вот этого он ждал Джинады. Пойдет по tower. Еще буквально две тысячки. Но не пошел, конечно же, слишком далеко. Если бы были центричники, можно было бы приговорить Bounty Hunter. Но он все контролирует. Удачно разменялся Bounty Hunter с Ember Spirit. Выбили две фласочки. Стоит он на low HP. Теперь можно смотреть на то, как Doom спокойно фармит. И ты ему ничего не сможешь сделать. То есть KK на нижней линии свою задачу выполнил. Windranger здесь могут подцепить. All Chicken под замедлением. Подрубает Windrun. Сразу же его Тоса Баленч. Больно. С руки надо наваливать. Тизером тоже слегка под замедлением. Буквально с руки должны его добивать. Есть все-таки Хрестблат. Начало положено. Отличная реализация руны. Казалось бы, Night Stalker первого-второго уровня. Что он может мне сделать? Все-таки день на дворе. Но инвиз, который он взял в себе. И отсутствие варда очень сильно повлияло. И вот Джиган сейчас там думает, что же... Ну, с этим вардом делать. То есть, с одной стороны, конечно, хорошо. То, что вы можете гонить этого Night Stalker. И он довольно-таки безобиден. Не может он против папы Ancient аппарата стоять. И пока Moon Minder выжимает максимум. Стараясь хоть как-то заромировать. Да, Bounty Hunter тем временем забанил стаки вот эти. Но у нас, я смотрю, делается довольно интересный отвод. Который хоронит целую пачку крипов. А у Old Chicken и так все плохо. Ха! Мы уже как-то раз видели Windranger, которую в миде жестко гнобили. Это была Windranger... Блин... Вспомнить его от, по-моему, Miracle. Была Windranger такая. По-моему, в его исполнении была такая VR-ка. Ей было очень тяжело. И эту карту они проиграли. Ну, пока так. 50 на 50. То есть, с одной стороны, да, хорошо то, что Vis подводит крипов. И часть Экспиренса забирает для себя. Но, с другой стороны, Тинни под вышкой крипов добивать сложновато. Поэтому по крипстату Old Chicken идет в целом вровень. С No Tail'ом на пару. Ну, это пока. Это пока. Снизу. Хотят попробовать продолжать убивать Ember Spirit, а пока он все еще не набрал уровень. Doom. Взял DD. Есть сапог. Также есть земля. У Ember Spirit сапога нет. И Ember Spirit понимает, что подходить опасно. Да, у него до сих пор... До сих пор, до сих пор этого сапожка нет. И правда. Без него... Против таких замедлений. При том, что еще там земля, которая ускоряет тебя очень сильно. Да. Есть такое. Вылазить опасно. А тут у нас подкрепление. Очень серьезное подкрепление от OG. Како все это дело спалил. Нужно ему... Нужно ему пытаться, конечно, убегать. Но для него без вариантов. Doombringer зато. Ушел. Ну и вот сейчас у нас трибуны ликуют. Но на самом деле ничего страшного для E-Home не произошло. Они всего-навсего потеряли Bounty Hunter. Вот если бы еще Doom погиб, тогда было бы страшно. А так убить вчетвером одного Bounty Hunter это такое себе. Ну да. Doom, как мы видим, даже несмотря на то, что сейчас Bounty Hunter забрали, он по-прежнему стоит и добивает. Crippstar 2. Cavalanch, Midi, Toss, Windran. Ну, Shackleshot 2 какой-то, но как тут свяжешь, тут все очень грамотно стоят и без каких-либо вариантов для Allchicken'а. И игра для него превращается в уже какое-то издевательство. Нужно иметь, я не знаю, очень сильную мораль, потому что когда тебя настолько гнобят, ты Windranger, который в миде тапок себе купить не может. Ну вот здесь сразу задается вопрос, то есть насколько актуальны вот те ворды, которые у них есть, потому что даже несмотря на то, что один Apservic считай снизу, второй Apservic считай сверху, у VR'ки нет вообще никакой информации о том, где же перемещается Night Stalker. И решили этот минус компенсировать тем, что сейчас поставили новые ворды. Причем такой довольно-таки хороший вард, что его не цепляет Центрича не достает. И при этом видишь, как Night Stalker старается перемещаться по центру. Бегает кака, палит. Все вот это вот, а контору. Хотел застакать Fly, ничего у него не вышло. За Руны. Такое, как я сейчас понимаю, две простые вещи. То есть в центре ты, естественно, сверочка никого не убьешь. Все-таки Tini имеет уже 1000 хп и здесь вот нужно будет взять кого-то еще. Сверху, в свою очередь, на Queen of Pay напасть нереально, поэтому как-то можно попробовать вот снизу. Да, и сетевая, Night Wars топовый, сетевая сразу же нападает на Mono. Sonic Wave имеется в наличии. Надо его юзать, конечно же, там было 270 хп, а Sonic Wave дамажит... Сколько у нас там? 300... 290. Да, я так и знал, что ровно 290 дамажит Sonic Wave на первом левеле. Вот. И он, соответственно, добивает. 270 меньше, чем 290. Хороший прокаст, но этого не хватает, чтобы забрать Old Chicken. Но тут подтянулся Creed со своими шарами. Old Chicken буквально на пару тычек, но там еще имеется Toss. Toss или тычку, тычку или Toss. И в итоге Toss. Получается сделать фраг. Подтягивается Eleven, а у него имеется Doom, но Doom повесить пока не получается. Creed, тизер есть тоже в наличии. Лечи, шарик туда-сюда, елодит. Как же они разводят? Как же они жестко разводят? И в итоге, как они добегают? Нет, добегает. Добегает. Но нет, не захотели уже нападать. Получилось растянуть, потянуть время и успокоить ситуацию. Ну что же, даже несмотря на то, что вар для VR-очки поставили, но теперь ситуация совсем плачевная. Ее Виспстини просто за кулдаун с пылов забирает. Стоять ему здесь будет сложновато, если его не будут забирать по КД, им нужно срочно что-то с этим делать. То есть, вот такого фрифарма Тинни нельзя позволять. Иначе он потом очень много сможет сделать. Да, этот герой под суппортингом Виспа становится чудовищной машиной. Есть, есть. И это уже как бы не понаслышке. Очень многие команды замертво падали под натиском этого каменного монстра. Поэтому надо что-то придумывать. Вот Алчейкин взял защитную позицию, бежит на руно, он понимает то, что с Тинни развлекательный шаг. Ставится центричник сразу же Томбо. Дикей сверху. Кака. Отступил. Шейкл не связывает. Алчейкин зато получилось вязать. Эваленч. Тосом закидывает зомбаря. Но все равно демоджа хватает. Дум вешается на миросло. Миросло параллельно на этот дом. И Левен пытается отсюда убежать. Есть Сул Рип. Регенерация бешеная. Закидывает опять зомбаря Тосом. Зомбари подгрызает. И хватает этого демоджа все-таки, чтобы сделать еще один фраг. Хватает теперь. Еще один. И убивает. Прыжок с Ремнанта. Ланэм уже под Т2 Тауэром. OG просто шикарный. Убить Муна не удается. Но может быть. Можно дать Соник Вейв по троим. Пауэршот по троим залетает. Квин оф Пайн скрим. Соник Вейв. Двоих еще и связало. Минусует одного. Минусует второго. Погонится ли дальше? Есть Ремнанта. Есть мана. Гнаться смысла нет. Уходит. Попадает в эти пауэршот. Но не убила. Несмертельная порция демеджа. Квин оф Пайн не хочет отпускать. Есть. Есть. Здесь скримом попытался достать. Пауэршот почти попадает. 150 хитпоинтов. Боттл надо обузнуть. Не хотят отпускать. Миракла. Можно попробовать зайти. Пауэршот очередной. Посмотри-ка. Как он вообще попадает этими пауэршотами? Ну, он так наугад кидает. Как мы видим. Верочка хорошо чувствует врага. Тяжело в этом зайти под Тауэр. Потому что здесь уже есть зомбар. Имеется третья тамба. При этом кулдаун на Doom. И нужно играть очень аккуратно. Также Клопа имеет кулдаун на свой ультимейт. Шейкл Шоу довольно-таки нагло играл от Миракла. Но он понимает, что получится все-таки убежать. Шурикен завершает его жизнь. Падает также тамба. Флай под фокусом. Флай очень больно. Соло рипом себя подхилил. Флай пытается подставить. Крит погибает. Флай тоже вслед за него отправляется в таверну. Минус 3 делают Ехом. И сразу же ломают тавер. Но Ехомы были не согласны явно с тем, что тамба может их развалить. И правильно сделали. Тини и Night Stalker, которые показались на своих линиях, имели пулдаун на УТП. И никто не мог быстро вниз прийти, чтобы помочь своим союзникам. Этот момент они прошли очень грамотно. А по сути, Эмберспирит уже был без ремландов. У него там был один, по-моему, ремланд всего-навсего. Ну, странно, что он вообще подошел. То есть он так уверенно шел, что как будто уже за ним стоит ремланд, и он готов отступать. Может быть доджет шекл шот, но в данном случае он очень опасно сыграл. А у нас на ТОПе тем временем была небольшая потасобочка. Ну, точнее, попытка убить Night Stalker, но он, по идее, выживает. Там Shadow Strike висит, да, выживает, выживает. То есть снизу хотят напасть на Эмберспирита, у нас моментальная реакция. Сразу же молниеносная реакция. Так, ну что же, тени с виспом, в ответочку пошло. Давай хоть графики, что ли, посмотрим. Столько много экшена, я даже не успеваю, как бы, ни NetWars, ни графики, ничего озвучить. Почти 4000 золота и где-то под 2500 XP преимущество OG. Нашли QNFPN, засыпает гречка, поднимает виспы, шарики, шарики работают, QP успевает. Но можно, можно попытаться догнать или не пойдут все-таки по Tower. Тос уже скоро откатит, две секунды, одна секунда. Нужно просто закинуть Тосом, закинет лист, закидывает. В итоге саму QP, убивает QP. Хотел закинуть Соникой перед смертью, но не удалось это сделать. Крит пытается уйти с релокейта, но в последний момент стан. Отличная игра от 11. Ну и в итоге один в один размен, но QP поменяли на виспа. Ну такое, смокганг, смокганг, это была смок-атака. В итоге Ехома делались малыми потерями, даже получилось разменяться. И пока в целом у них... Баунтихантер видят, но Баунтихантер вышел из зоны действия с антричника. Развешивает треки. Повесил еще трек и OG пошли давить. OG, как мы видим, они не хотят играть партизанскую войну. Здесь довольно-таки суровый лайнап. Это Баунтихантер, который постоянно светит. Клопа, аппарат. За счет хорошего рассказа можно любого героя забрать. Другие стараются как-то вот попробовать навязать лобовое сражение. Пока урага нет айтемов. То есть Квапа тут тени просто подходит. Ну да, очень наглый. Вообще просто, вообще просто подошел, дал две кнопки. Прям как в пальчике. С другой стороны это неплохо. Врывается Квапа. Забрали Фини, забрали Веспа. Подходит. Миракл фокусит Ланемо. Ланемо нужно бежать. Сетевает. Получает ценность. Тоже умирает. Браво. И Ланемо отправляет в Таверну. Это скорее всего последний фраг в этом замесе. Три в два размен. Очень-очень краточно. Ну вообще да. 3700 голды заработали OG. И ну Верочка походу не любит защитную дотку играть. Дасты имеются. И просто на пофиг рвается. Баунтихантера. Пытается запах включить. Трек висит конечно. Но там также висят дасты. Поэтому без варианта для баунтихантера. Дает еще один трек перед смертью. И графики начинают потихонечку двигаться к нулю. Выравнивается у нас игра. Вот этот жесткий буст который был для Нотелла. Пока не оборачивается какой-то супер критичной проблемой. Ну такое ощущение что он чуть-чуть не дофармил. То есть довольно таки рано выбежал со своей линии. Если у него только ПТ и не хватает там брейсера или барабанов. И можно было бы попробовать дофармить. Но Нотелл дал пока занял позицию сверху. Решил он там еще и уровень поднять. Можно себе быстренько набрать одиннадцатый. Вот они барабаны. И вот теперь с барабанами можно врываться. На мейсе китае. All the 11. Получаем гречку. Подходит вискл. Ай какой хороший шейкл шот. Айсглаз залетает сверху. Айсглаз не зацепил Тинни под фокус файром. Дебош не сильно проходит. Удается восстановить немного хитпоинтов. Тамба падает моментально. Ситиуай отблинковывается. Прыгает сюда Миракл. Связывает Ланэма. Ланэм практически отъехал. Его флеймгвард не дожег все-таки. Айсвортекс замедляет Миракла. Больно очень Миракл. Буквально пара тычек. Миракл расправляется в таберну. Там параллельно убили Найт Сталкера. Пауэршот. Дум спадает с Тинни. Но там висит трек. На Нотейле висит трек. Просто божественная игра от All the 11. Успел повесить Дум на Тинни в решающий момент, когда Тинни уже был готов давать свой проказ. Обе команды идут контролить руны. И вообще ничего не смог у нас Тинни сделать. Поэтому нужно отступать. Нужно срочно перегруппироваться. 10 секунд до Соник Вейва. Полетел Айсбласт. Дебафом зацепило. Но это Соник Вейв. Пауэршот попадает. Соник Вейв попадает. Буквально тычку нужно сделать. Сможет ли за сцену Сирлокитов. Получается это сделать. Надо драться. Летит сюда Эмбер Спирит. Зомби пока тоже имеет ТП. Очень скоро нужно поставить Тамбу. А Ехомы чувствует, что кулдаун ультимейтов. Кулдаун на Айсбласт. Также дума у нас не имеется. Лучше всего убежать от греха подачи. Сити Вайб близится к Корчедум. Дабл дэмэдж забирает рун дабл дэмэджа. Сейчас он дофармит себе еще один Обливион. А там до Арчида совсем немного. И графики у нас потихонечку обратно двигаются в сторону команды. Ехомы. Я говорил преимущество OG, но я молодец. Я большой молодец. Ехомы, да, конечно же преимущество имеют. Айсбласт по троим. Неплохо. Но убили Думбрингера. Если получится пауэршотом попасть, попадает пауэршотом. Есть фраг, есть второй. Попытается забрать Миракот. Слишком нагло играл команды OG. Сразу же пресекается байбэк. А вот это уже интересно. Что же будет делать теперь Нотейл после байбэка? Тизером цепляться не хочет Виз. Нотейлу нужно быть поосторожнее. Он может второй раз отправиться в таверну. 1900 голды сейчас зарабатывают Ехоумы. У них и так ситуация была хороша. А графики только-только укрепляются. Получился замечательный замес. Если посмотреть по Fighter Cup, то аппарат нанес ультимейт почти больше всех. Его догоняло разве что Queen of Pain в МЗД. Очень хорошо закомбинили, забайтили на Дума. И OG сейчас наверняка чувствует, что толпой в одну точку лучше всего не враться. Надо как-то сплетить. Эта ошибочка на самом деле может еще аукнуться очень сильно Нотейлом. Потому что байбэк не копейки уж прям стоит. Ну не супер дорого, 520 голды. Но все же прилетел. Просто так в одну секунду потратил 500 голды. Не говоря о том, что он же еще и погиб. Орчит появляется у сетевая на Queen of Pain. Прилетает наверное Stalker, подходит сюда. Виспси, не закидывает виспал. Думаю, есть свой аутиматичный способность Криту. Крышка. Надо попытаться задинаить этого товарища. Да, так и есть. Его спокойно динает. И на этом ситуация разряжается. Но пока... А еще и Тауэр Динает. Но у нас... Динаер 2000... Это Нотейлс древнегреческого. Что тут сейчас хорошие моменты. Копы есть Орчит. Вся команда OG думает, что там была большая часть войск. И Сетевай старается кого-то найти снизу. Есть ультимейт. Есть Орчит оф Малеваленс. Есть также у нас скрим. И нужно кого-то дождаться. Малеваленс. 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 Тот самый Орчит. Ну что ж. Опять смотрим на графики. Графики очень такие динамичные. Поэтому постоянно на них обращаем внимание. Уже семь с половиной тысяч золота. По XP примерно пять тысяч. И... И как-то драться уже на месте... Шмоточки перед вашими дужами. На месте OG как-то драться не хочется. То есть... Слишком хорошо оторвались и Хом по Нетворцу. И OG нужны айтемы. То есть вот есть Ember Spirit. 17-ая минута. У него сапог-брейсер. Коликим Ember Spirit. Ну да. Этот герой сейчас не боится. Флейнгуард сбивается почти моментально. Благо здесь есть большое количество магии. Там пауэршоты. Ульты аппаратов. Крики Queen of Pain. И ему сразу конец. Ну и Найсталкер. Который зафармился Emidas. Это супер. У него почти на поинт бустер хватает. Оганим-то выфармит. Нет, да. Оганим-то выфармит. Для того, что сейчас теперь на месте OG нужно завязывать с лобовыми атаками. Как они здесь нападали на Дума. И попробовать как-то вот... Ну кого-то загангать вот через Relocate Vespa. Согласен. Ну Relocate Vespa в этой игре я еще ни разу не видел, чтобы использовался для ганга. В большинстве случаев он используется для того, чтобы засейвить. А вот чтобы нападать куда-то там с этого Relocate, я что-то как-то не припомню. Ну так неплохо. Крис старается защищать своих союзников. То есть мы увидели, что и Тинника он разок засейвил. Плюс увести от Дума. Тоже хорошая опция. Поэтому пока... Ну так вот. Пока вот так. Собрались в пятером по мидам. Ломают Т1 Tower. В то время как вот свои силы расплитили по карте. Кто-то фармит лес, кто-то фармит нижнюю линию. Ну а кто-то на топе. А кто-то на топе с мидом. И из-за отрезка смоки. Оставляется Тивай на миде одного, поскольку он сможет разобраться с кем угодно. Или быстро перетянуться вниз. Уже перетягивается. Сразу телепортер на Тейло. Или даже еще одни делают. Решили сразу пойти на Рошана. И Рошан здесь очень быстро заберут. Кстати, очень грамотный мув. Они вот этим смоком напугали своего противника. Те сразу же ретировались с телепорта. Понимая, что они бегают под смоками. Якобы нас сейчас ищут. Мы сейчас чуть-чуть потерпим. У них смоки кончатся. И мы пойдем драться. А тут такой вот просто майнд геймсы какие жесткие-то, а? И агрессивный телепорт сетевая тоже намекал, что так все и будет. Поэтому решили отступить. Но вот Аегис теперь имеется. Балантихантер. Спалят ли его? Нету досток. Нет с Андрей. Даст ли толку у Виспас Эндре у зомби. Сетевая топ-1 по надфорсу. Аегис получили и в принципе все есть. То есть довольно-таки жирный дум, у которого большое количество аур. И работает эффективнее, если вы деретесь 5 на 5. След за этим ВР, который уже может начинать... Вот кстати, вот ВР с даггером, а потом только делает себя гоним. Мне нравится ТВ. Против Виспас Тинни один из лучших выборов. Потому что каждый раз, когда ты видишь релокейт, то ты можешь сразу сделать блинкаут. А если бы у тебя был быстрый агоним, то тогда тебе скорее всего были бы вафли. Вот так. Ну что, Эмбер Спирит может встрять, его видно. Будет ли... Ах ты ж, да ладно! Да ладно! Вот так вот можно просто улететь. Шеклшот связывает, конечно. Такова уж механика. Летит она вслед за Эмбер Спиритом. А ребята из Яхом собираются на топ-линии. Будут давить. БКБ у сетевая. Только что он вроде купил себе орчет, а уже БКБ. Неплохо. Перетягиваются наверх. Раз уж противнику получается умело от нас убегать, то самое вообще действенное это просто пойти и начинать Тавра убивать. Но OG пока убегают Яхом и стараются их догнать. Немножко другого мнения Яхом. Хотя, ну не знаю, очень много времени тратят. То есть у вас есть гем, вы бегаете по карте. Вы уже там пробежали, вы постарались пробежать наверх, вы никого не забрали. Теперь вы бежите вниз. И у OG стоят варды. Варды, которые показывают то, что выхлест никого не следовательно там стоят. Ну там никого не будет. И выходит на нижний тавр. Для Яхом нужно идти Т3. ДПС очень высокий. То есть мало того, что здесь у нас имеется аура у Дума, то в свою очередь VR с фокус файером, да и... Ну так пугаешь, он только пугает. Все, пока его задача. И Тауэр как бы надо добить. Вешается Уарческ. Миракл, Миракл под Уаршитом. Фатит, дэмоджем. Залетает, и Стрелакейта спасает, но на базе. На базе все-таки погибает Миракл. Ситиуай гонится за Нотейлом. Ну тот уже уходит в телепорты и без каких-либо вариантов. Ну, убили Камбар Спирита. А еще Виз, еще Виз вернется обратно. Его так же отправят в Саверну, да еще и под треком. Ой, сколько денег. Блин, Файтер Кап не успел прожать. Ну ладно, сейчас нам покажут Свиспад сколько дали. Свиспад 700 голды. Как вам? Вот это треки. Вот эта штука, я понимаю. Ну, в сумме почти 2000. Не ожидал, что... Ну, я не ожидал, что Эмбер Спирита, которого за паки одни интервела, будет стоять вот так вот просто под треком между Т1, между Т2 и продолжает бегать, развлекать врага. Да. При том, что Орчид сетевая уже давным-давно куплен. Ну да, да, да. То есть в такой ситуации человек может сделать ТП на Т2. Айсбласт миди. По варшотам попали, айсбласт там попали. И Night Stalker в сейвовой позиции, поэтому он уходит. И Night Stalker в сейвовой позиции. Треки. Вроде 13-18, разница по фрагам не такая огромная. Но понятное дело, что еще и холмы ТВРА ломают, и Рошана убили. Но помимо всего этого, конечно же, треки, да. Они очень сильно бустят тебя. Тинни использует последнюю возможность, чтобы как-то попробовать забрать хоть какие-то ТВРА. То есть добежал до самого верха. Но быстро сделал ТП-аут, понимая, что его уже преследуют. Увидел пину в Payne. Сейчас зачеков сетевая, который бегает с Айгисом, и моментально перетягивается вниз. Ну, какие-то шансы еще у OG есть. То есть даже несмотря на то, что E-Home так сильно вырывается, 12 тысяч голды, но это треки, это Doom, который постоянно ест крипов. Ну, часть голды идет именно с этого. Ну, в целом, конечно, лейт у ребят из OG просто чудовищный. И Ember Spirit, и Тинни, два сильнейших керри-героя. И Night Stalker с Аганимом, который не позволит Bounty Hunter кинуть трек ни на кого-то. Поэтому E-Home нужно просто вообще безошибочно играть в этой встрече. Нельзя ни единой ошибки допускать. Потому что потом уже Doombringer на хайграунд не зайдет. Там такие себе ломатели ТВ-ров, иными словами. Мы видели сегодня, как Windranger умирает с одного Fista. Видели? Видели. От Empower'а Магнуса. Да, ну тут, конечно, Empower'а Магнуса нет, но там такое. Так, ну что, CTY. На него не нападает. Там вообще BKB, конечно. Нападать на CTY — дело... Ты сейчас 100 HP, в принципе. Не, вообще, если Тинни в него прыгает из МК, то он падает моментально. Согласен. Там легкая помощь для него нужна. И OG показывает... Эвалэнь, что? Ой, 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 ой. Сетивай живет. Живет Сетивай. Не хватило помощи для Тинника. Но, с другой стороны, Queen of Pain прогнали. Сетивай вынужден бежать домой. При этом OG знает то, что остальная часть Яхоум бегает по их лесам. И спидпуш пока работает. Спидпуш удается. Очень жадно, конечно, набрали OG. Притом они, несмотря на то, что они набрали достаточно жадно, они в early game пытались играть очень агрессивно. Но вот Яхоумы подавили их агрессию. Сейчас вот имеет достаточно 400 доминации. Вешается трек на Монминдера. Опекает его. Ждет Минус Пейн, который уже подходит. Сетивай готов рваться. Монминдер один. Нужно успеть закупиться на Аганин. 2100 голды успевает. Отключаясь. Властик залетает, попадает. Скринчик. Есть фраг. А это, походу, не все. Или... Адаггер-то сбивает. Адаггер-то сбивает. Адаггер-то сбивает. Адаггер-то сбивает. Да нет, они не хотят отпускать. Ну, хочешь не хочешь, он уходит. Айсбласт полетел. Попадет, судя по всему. Да, дебафом зацепило. Ну, в общем, не важно. Жить будет. Жить будет. Но Монминдер пока загулял. Что, ну... А зачем остальные пошли отдаваться? Не-не, в этом, да. В этом-то и фишка. То есть, вы прекрасно понимаете то, что вот последние где-то, наверное, 3-4 минуты, но Тейлск с Виспом делали все очень хорошо. То есть, тягили кого-то вниз. После того, как они стянули вниз, побежали наверх. Продолжали смотреть на ворды. И вообще, они даже не думали чекать какие-то руны. В один момент Монминдер думал, ну, теперь-то по-любому... Теперь-то по-любому меня никто не найдет. Вышел на руну, его забрали слишком легко. То есть, пока... Очень интересно, но Сетивай тоже делает шиву. Уже есть одна шива... У... Элевена. Снизу. Пока Миракл без айтемный, бояться особо нечего. Залетает Айс Бласт под фокус фаером. Миракл падает замертво. Кстати, по поводу игры Монминдера. Вот он хоть и встрял, но на самом деле он делает все очень четко. 27-ая минута. Несмотря на то, что игра идет далеко не в пользу команды OG, он имеет Мидас, Фейзи, Стики и Аганим. Ну, такое. То есть, тут надо смотреть. Вот, то есть, кого ты отдаешь в свой Нетворс. Ну, видим то, что у Амберспирита нет вообще ничего. И тут уже вопрос. То есть, стоит ли того, что Найсталкер забирает большую часть фарма, в то время как Миракл на Амберспирите умирает? Ну, то, что Миракл на Амберспирите умирает, я думаю, здесь виной то, что Юхоан просто акцентирует свое внимание на нем, а не на Найтсталкере. Ну вот, да. То есть, грубо говоря, Миракл танкует и в этот момент у Мундминдера хорошая игра. А, но Найтсталкера с Аганимом никто не будет бояться. То есть, если у вас сильный... А Тинни с Аганимом? А, вот Тинни с Аганимом будут бояться. Это уже поинтересней, правда. Это уже поинтересней. Old Chicken также Аганим себе купил. Ну, тут уже достаточно-таки давно. У Operation тоже выход в Аганим. Не за горами у Ланема. Также тут появляется Гиперстоун. И, судя по всему, рецепт на Шиво продал Сетивай. Все-таки не стал он доделывать Шиво. Купил себе Гипер. И будет делать Кирасу, конечно же. Есть Plotmail в Курьере. E-Home стараются любыми попытками прекратить сплитпуш врага. И делятся на разные части. То есть, с одной стороны мы едем Сетивай, который быстренько фармит свои леса. Постоянно пушит вверх. И команде стоит его бояться. Ну, а в это время четыре товарища под гемом патрулируют вражеские леса. То есть, вот так вот по чуть-чуть, полегонечку, но инициативу захватывает. И уже 15 тысяч голды в кармане у E-Home. Вот можно сейчас попробовать взять, пока Квену Фейн далеко от команды. Night Stalker видит. Он еще подрубил Darkness. Смолки сразу спадают. Понимает, что где-то рядом кто-то есть. Квопал успевает перетянуться. Ни в коем случае нельзя рисковать, потому что сейчас уже у тебя нет какой-либо видимости. И лучше всего уйти и пофармить. Вообще удивлен то, что Висп Си не бегают вот здесь вдвоем. То есть, как бы, ну, обычно НТЛ и тот же Крит, как они делают. То есть, вы отправляете в троих товарищей там на одну часть карты и в это время вдвоем бегаете на другой. Это стандартная игра. Ну да, да, да. И одна Квопа вам ничего не сделает. Ну, разве что каким-то чудом заберет Виспа. А вы, в свою очередь, имеете шанс вселять страх в своего врага. Но пока вселяет страх в Рошана, беднягу. Ну да. Пока мы видим то, что Рошана, естественно, они собираются отдавать. Нет смысла сейчас воевать 5 на 5, поскольку, ну, здесь очень тяжело что-то сделать. И, может быть, получится на базе повоевать. У Джи нужно спидпушить. У Джи нужно очень жестко спидпушить. То есть, сейчас уже становится понятно то, что 5 на 5 драться невыносимо. И каким-то образом нужно вообще навязать размен по ТВРам. Вот уже рисует на карте Флай, куда вот нам нужно идти. Это тавр по центру и тавр сверху. Ну и драку на драку лучше вообще забивать. Пошли. Все дружно пошли во вражеский лес. Сейчас будут играть кошки-мышки команды. А Йохома, видимо, чувствует то, что Тинни, имея Аганим, сейчас будет довольно-таки больно бить ТВРа. И лучше всего не размениваться по баракам. Потому что такие разменщики можно проиграть. И стараются его как-то отзонить. Не позволяя на ТВРа нападать. Как же они разводят от своего противника. Прям заставили побегать за собой. В итоге все ушли живыми. Никого не отдали. И теперь будет очень крутой мув от Йохома. Они резко теперь пойдут вниз. То есть вы сверху, ребят, прогнали. Линия запушилась. Тинни еще не успевает отпушить вниз. И вот сейчас нужно нападать. Пока что-то похоже на то, что они по миду вообще собрались. Можно даже на базу напасть, да. Потому что Тинни находится очень далеко. Старается он, вот, бьет крипов. Но с другой стороны идет он довольно-таки медленно. Вембер Спирита даже БФа до сих пор нет. Уже 30-ая минута на дворе. Конечно, тревелай это хороший айтем. Но пока у тебя нет БФа, пользы ты мало приносишь. Под фокус фаером достаточно шустренько разваливают Тауэр. Ну, Дум вообще не чувствует этого эмбер Спирита. Что есть свисты, что их нет, он... Мой эмбер Спирита даже крепы не чувствует. Чего уж там. Чинь сами связывает, слегка продамажил. И вообще его нужно действить понаглее. То есть нужно прям наглую влетать на базу, начинать убивать бараки и не бояться. Как попытка сприпушить. В том-то и дело, нужно наглее всем бить этот барак, потому что вы видите то, что тени снизу. Вы прекрасно понимаете то, что зомби эмбер Спирит с Персеверансом интервелами вам не сделают и забирайте базу. Можно даже забрать не одни бараки, можно забрать и вторые бараки и даже пойти на третьи. И вот сейчас проиграет... Не проиграет, но круче тот, кто заставит вернуться врага на базу. Ну, но Тейл в любом случае сможет сломать здесь только одну линию, а дальше только трон, потому что это два ТВера целые. Верочка уже в позиции. Увидели на Тейл с Веспом то, что враги отошли и самое время попробовать подождать. Может быть кого-то получится с блинка и про каста убить. Ну-ка, Дум сверху прыгает на Флай. Флай просто с Чарлина. Моментально. Даже Дум не тратили. Это тот герой, который в случае, если вы не играете агрессивно, если вы теряете доминацию, он превращается вот в такого бесполезного юзла зомбаря. И Верочка, Верочка в свою очередь стоит снизу, выполняет довольно-таки полезную функцию. Релакеет прямо в спину, Элеван. Эвалэйдж попадает. Пара тычок с руки. Но Элеван чихал на все происходящее. Шивол слишком жестко его делает бронированным. Вешается Дум на Миракл. На самом деле Миракл достаточно-таки бесполезный персонаж. Дэмэдж он вносит в ноль. Но Тинни получается так же забрать. Прогоняет отсюда Монминдера. Монминдер под треком. Вешается на Элевана. Пытается взять его с Тоса. Есть фраг. Ну и теперь, может быть, стоит все-таки отойти ребятам из Ехоум. Шейкл связывает. Очень грамотно, но башется, прожимает БКБ. Сониквейв второй раз отправляет на Тейла в таверну. Пахнет гудгеймом. Даблкил оформляет Old Chicken, которого в миде очень сильно загнобили. Нужно ломать вторые бараки. Ну это гудгейм. Тут уже все. Тут ты ничего не сделаешь. Ехоум очень хороши. Очень хорошая игра, сетевая. Батал Фюрик, кстати говоря, Миракл все-таки дает брудь одеял. Прыгает с трех ремонтов. Он вернется от Саигеса. Там сейчас у верочки откатится Focus Fire. Продолжает развлекать Миракл. Но Ехоум начинает немножко так заигрываться. То есть, бейте бараки. Один аппарат стоит, бьет барак. Вот наш проверенный старичок. Все, все что нужно себе забрал. И аккуратно на базу убежал. Что, сдаваться естественно никто не будет. Понятное дело, что и одни, и другие будут. Нет, сдаваться никто не будет, но уже ситуация критическая. В 33 минуте почти 30 тысяч голды перевез в сторону Ихоум. Да, за убийство противника они уже даже золото практически не получают. Только за снос базы и треки какие-то. Да, у Тини нету БКБ. На Battle for Ember Spirit пока всем кисло. Потому что нет какого-то еще артефакта, который позволяет увеличивать дэмэш. 34 минута, 1 БФ. Как мы видим, Найсталкер, да, у него мидасик, да, у него гоним, но... На топе пауэршот мимо, флай уходит. Но когда ты навязываешь лобовые столкновения, то от того, что ты врага видишь, а он тебя не видит, как бы все равно ничего особенного не происходит. Ты просто бьешь базу и артефакт не приносит той самой пользы. А Ихоум, в свою очередь, покоится очень грамотно. Это Мека, ну в данном случае Guardian Graves на Bounty Hunter. Кираса на Queen of Pain. Барабаны Владимир и Шива на Doom. Учитывая то, что у него есть волк и есть почти все командные айтемы. Итак, Тини. И Клопа. Клопа же твиспа. На Тини не показывается. Клопа весь подождалась. Прыгается Крита. Крит получает саленс. Нужно нажать БКБ, БКБ нажимает. Крит прячется в гост, но все равно его здесь забирает. Остается Тини, Тини нужно убегать. Подходит Miracle и непонятно, что он хочет сделать. Как-то прям очень хочет подраться, но получается. Получается, Уолчикина почти забрали, но он улетает. Ай-яй-яй. Нужно догонять. Уолчики на какой-то копеечке там улетел. Уолчики нету. Есть Клопа, но подошел Doom. Отличный врыв от Old LL. SonicWare заходит. Как-то уж масло. Два фрага моментально. Умирает еще один. И Гудгейм пишет OG. Трипл килл. Красивый конец. Я думаю, конец, конечно, наступил еще, когда второй лайн упал и не было каких-то жестких айтемов. Ну вот OG, даже в ситуации, когда им единственный шанс выиграть, это надеяться на ошибку противника и играть от дефа. Даже в этой ситуации они сами выходят из базы и воюют. Вот этот вот боевой дух, он не сломлен даже в подобной ситуации. Но они понимали одну простую вещь, что даже если мы будем сидеть на базе и чего-то ждать, то любая сильная команда нас просто перефармит и мы ничего не сможем сделать. Ну, как бы так получилось, что в принципе в начале как-то так вот неплохо на линиях стояли, но вот тот замес на меде похоронил вообще всю команду.